всем привет теперь займемся чисто прозаическими вопросами как применить формулу if если вот если я встану на ячейку k7 то вы в ней увидите вот такую формулу if h7 равно единице то поставить g7 то есть подставить значение ставочки а если нет то ничего не подставлять вот я эту формулу сюда завел и значит могу протянуть ее в самый низ до самой последней строчки и здесь получим то же самое дальше что что у нас получилось всего что у нас получилось вот 766 84 но мне бы хотелось знать какова средняя ставка было сделано значит ставки на 217 забегов поэтому h6 вот я здесь и делю на h6 пишет опять ошибку а ну понятно русский язык нет проблем делим на 6 и вот получаем что в среднем значит ставочка составляла на 3 и 53 для тех забегов на которые мы допустим ставили на лэй и выиграли а какова же ставочка там где мы проиграли тоже немаловажно ну вот выделяем два этих забега ну вот так вот я делаю вот смотрим здесь значит было 180 и если значит разделить на и 6 вот на это вот значение то у нас средняя ставочка получится вот такая я не собираюсь там давать в руки вам там конкретную методику там выигрыш на лошадиных там скачках и так далее но я собираюсь вам дать методику которая значит поможет вам при ваших самых различных стратегиях стратегиях которых вы пытаетесь применить причем число забегов должно быть не менее 100 или 200 вот методика которая позволит вам откровенно скажем так и и в лицо сказать стоит вам это по этой методике играть или нет показываю и так для того чтобы показать нужно вкратце рассказать об основных видов ставок которые применяются в битинговой индустрии это ставки за и ставки против если вы допустим ставите на лошадь что она придет при ставке 5 допустим на батфейре и она действительно пришла первой то вы выигрываете 4 фунта и 75 пенсов почему потому что пять процентов к себе забирает от выигрыша букмекера если вы проигрываете вы проигрываете один фунт совершенно другое положение на лэй вы допустим говорите что вот эта лошадь там игрок или кто угодно не придет первым при ставке 5 если действительно там лошадь теннисный игрок или кто угодно футбольная команда не выиграли то вы выигрываете 95 пенсов то есть пять процентов от выигрыша вы отдаете букмекеру но вот если они пришли первыми вот здесь наступает самый смак а здесь вы поигрываете вот такую вот интересную сумму то есть от ставки отнимается единица и допустим вот вы фунт поставили значит грубо говоря фунт умножить на 4 вот вы 4 фунта и проиграли это ваша ответственность то есть игра на лэй она довольно таки рискованная и так что значит мы здесь сделаем первое значит меня интересовали ставки средние ставки на лэй я даже не привожу систему при которой там я их ставил и так далее ну вот просто скажем так отопня да ну в любом случае вот у меня средняя ставка получилось 3.53 а при проигрыше у меня средняя ставка получилось 3.22 вот теперь посмотрите внимательно вот на эту формулу что она с собой такое интересное и красивое представляет вот я ее вставляю сделаю побольше вот смотрим H6 то есть единичка умножить на 0.95 вот то есть я везде сделал ставки равными скажем так одному фунту там одному рублю да чему угодно и в общей сложности значит за игру за длительную за 273 игры значит получил вот столько то а вот здесь я получил значит проигрыш а вот здесь вот посмотрите я сейчас напишу равно м м 6 минус м 6 то есть вот то что значит я выиграл то что я проиграл и несмотря ни на что у меня получился вот такой скромный скажем так ну выиграешь значит опять таки повторяю значит для лиц у которых там это самое глазки заблестели я не собираюсь вам давать методику на лэй или на баг выигрышную вот головки есть свои пожалуйста вот я вам показал путь работаете ну вот когда вы все это дело значит поиграетесь на бумаге проставите свои цифры вы посмотрите ага значит вот если здесь плюс ну значит имеет смысл а если допустим у вас здесь получилось бы допустим так вот был бы уже проигрыш тогда извините о чем тогда я и говорить значит ваша методика не будет работать особенно как любят говорить говорить англичане при long run то есть long длительный а run забег ну а на русский язык это переводится как при длительной игре а вот здесь вот она работает ну это я просто говорю для примера теперь пошли дальше а можно ли улучшить вот эти результаты для этого выделим нашу всю табличку 3687 строк и давайте-ка что с ней сделаем отсортируем по колонкам H и I чтобы избавиться как говорится от балласта то есть мы идем на сортировку нажимаем на колонку H нажимаем на колонку I сортировать и вот здесь вот уже вот видите да занимает занимает всего лишь там 200 сколько там 279 строк ну я просто вот напросто возьму открою новый листочек и сюда это дело вставлю ну закрепил верхние 6 строчек и теперь вот пробегусь вниз вот у меня здесь уже все это дело заканчивается ну а все остальное ну главное что у меня на другом листе все сохранилось все остальное мне для анализа уже здесь больше не нужно значит я сейчас его просто-напросто уберу вот нажимаю убрать у меня теперь вот в данной табличке остается всего лишь всего ничего скажем так 279 строк ну вот формула сейчас еще уберу вот пожалуйста а теперь отсортирую все это дело по колонкам С, Д и Е ну это уже гораздо проще сделать потому что это уже не 3000 строк а буквально там 300 строк вот они и я значит по выбору делаю С Д и Е сортировать вот такая штучка у меня получилась естественно тут уже цветоделение надо будет убирать делать другие прокраски ну допустим вот такую я сделаю для всех да и бог с ним а теперь а как работать с этой табличкой то дальше ну вот если ту поставить по одному фунту все эти значит там 30 дней 30 дней около месяца то есть 17 сентября по 16 октября ну потише то месяц вот даже тупо не думая ничего все равно вот можно значит было бы выиграть было бы выиграть вот такую вот сумму так вот а можно ли как то сделать получше ну вот давайте попробуем вот у вас изначальный банк 10 там фунтов рублей долларов чего угодно вот играем четверть от банка как берется четверть от банка и плюс эта сумма делится на ставку минус единица вот тут 3,20 значит будет разделить на 2,20 значит получается что вот такая хитрая формула К7 вот 25 процентов умножается на L7 на вашу ставку ну на ваш банк текущий то есть грубо говоря четверть и это грубо говоря будет 2,5 и все это дело делится на что на 3,20 минус единица это будет на 2,20 вот у вас и поделяется ваша ставка если значит вы выиграли то вот здесь пошла в восьмой строке такая формула равняется L7 плюс P7 P7 то есть это вот суммирующее значение вашего текущего банка который складывается вот из этой суммы и суммы значит выигрыша причем сумма выигрыша здесь как видите получается хоть вы и поставили 1,14 но получается за вычетом 5 процентов которые необходимо дать букмекеру получается фунт 8 вот пожалуйста здесь мы получаем уже следующую формулу и пошло и пошло и вот допустим наиграли аж 24 фунта а потом бах и проиграли а проиграли вот пожалуйста и все оно тут учитывается то есть 24 отнять 6,03 получается вот столько-то интересная штука теперь посмотреть сколько за все это время было проигрышей подряд вот я вижу здесь вот один проигрыш подряд хороший сразу три подряд ну и поглядим допустим вот еще был один то есть ставили против а лошадь вот возьми на самый черный случай а вот три лошади пришли первыми ну никак вы не ожидали а ведь нужно на это быть застрахованным ну вот теперь посмотрите даже значит при самом плохом раскладе при четырех ну могу сделать и при пяти проигрышей подряд у вас все равно остается где-то четверть от банка а чтобы было пять проигрышей подряд ну я за несколько последних лет такого не встречал обычно два три ну может быть за год вам встретиться четыре проигрыша подряд ну на лэй надо быть таким уж супер как говорится неудачливым а обычно это вот в среднем ну три проигрыша то есть вы теряете где-то чуть меньше там половины банка но за счет того что игра она идет по типу ну скажем так медленно нарастающие волны несмотря на все эти перипетии вот посмотрите начинали допустим вы с десяти фунтов и вот поглядите бывали взлеты бывали значит вот падение там даже до одиннадцати до восьми фунтов доходило но тем не менее вот по этой системе то есть берется четверть от текущего банка и плюс делится на ставку минус единица вот получается довольно таки вот такие вот любопытные интересные суммы значит ну повторяюсь еще раз значит никто и я не собираюсь вам в ручке этот золотой метод дарить берите разрабатывайте свои стратегии свои тактики да ради бога вот но если у вас вот здесь вот будет получаться небольшой плюсик значит то тогда значит вам следует применять вот эту вот стратегию и посмотреть как у вас там что оно и будет происходить вот работает кропотливая ну довольно таки любопытная и честно вам скажу что ну гораздо полезнее применить свои мозги при выработке вот такой вот интересной стратегии которая вам может принести в будущем хороший доход чем просто вот играть во все эти там стрелялки там фигалки там шутеры мутеры ну опять таки я сказать отнюдь не критикую любителей там игр ну вот кто вот за этим сможет увидеть великую игру вот тому будет честь и хвала потому что здесь то все это дело приносит очень даже реальные результаты ну ладно самое главное значит чему мы научились мы научились во первых выбирать по условию то есть вот у нас допустим если там равнялась значит единички и ставочка 3.20 она шла сюда подсчитывалась их общее число и делилась на 217 если проигрывали то делилась на е6 делилась на 56 потом значит все эти дела значит складывались вот что у нас получалось то есть вот самые простейшие вот эти вот формулы помогут вам определиться с вашей стратегией игры то есть если вы там нашли какие-то там определенные критерии там вес лошади там ее там рейтинг и так далее вот если у вас выскочит плюсик ну тогда значит вам уже стоит эту стратегию и развивать дальше ну а если нет ну тогда извиняйте значит ну ладно желаю вам всяческих успехов так что вот до скорых и волнующих встреч